Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 1570-й». Что нам говорит Библия про следующую ситуацию? Про Таирею Дмитрию Смирнову и отцу-председателю синодального отдела по взаимодействию церкви и армии в интернете МОСТе задают вопрос. Известно, что в последнее время православное духовенство освещает оружие, боевую технику, самолеты. А как же заповеди добра и милосердия? Не кажется ли вам, отец Дмитрий, что таким образом благословляется орудие убийства? Но это ошибка. Вопрошателю надо просто почитать этимологический словарь. Если слово «война» означает убийство, тогда мы должны каждого человека, идущего на войну, судить и сажать в тюрьму. А за убийство полагается срок от 8 лет и выше. Однако мы видим, что все происходит наоборот. Это происходит потому, что война убийством не является. Убийство – акт противозаконный, а война – дело священное. Война и убийство – две вещи не просто разные, но противоположные. Это все равно, что сравнить неприличную надпись на заборе с сонетом Шекспира. Церковь освещает оружие потому, что оно участвует в благородном деле защиты храмов, жилья, жизни детей, женщин, стариков, словом всего Отечества. Конечно, бывает нападение агрессии, но наше министерство все-таки называет не министерством агрессии, а министерством обороны. Человек, идущий на войну, не идет убивать, но идет умирать. И мы, освещая оружие, молимся, чтобы этому оружию была дана победа. Вот такой вот ответ маститого протеерея настоятеля восьми московских храмов, проректора ПСТБИ и декана факультета православной культуры Академии ракетных войск имени Петра Великого, автора многих книг, видеофильмов, проповедей. В дальнейших ответах мы узнаем, что 95% наших военнослужащих в Чечне являются членами церкви, их родители также. Православные священники участвуют в этой войне и так далее и тому подобное. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По вопросу о войне мы уже столько раз отвечали, что есть ли смысл все заново повторять. Прочтите наш материал, а я говорю вам, любите врагов ваших. В книге к истинному православию. Попы утверждают, что русские бритые затылки идут в Чечню не убивать, а умирать. Может, потому так позорно и воюют, и столько гробов оттуда гонят, что уже заранее приговоренными баранами валятся туда. Ибо такой страх нагнали чеченцы на этих горе-вояк. Воры всегда подмену слов ведут, и не говорят, что сворвал, но взял. Не залез в квартиру, но побывал, побыл в гостях. Не угнал машину, но проехал. Так и в названиях с министерствами. И пусть они там делают, что хотят, пусть воюют контрактники. Но какое дело христианам до этого, и тем более попам? А сотенелось безбожных попов, поэтому не имеет границ их безумия. Столько таких вопросов умных им задают. Бог этим дает все еще место покаяния, этим мертвым попам с мертвыми душами и с мертвыми знаниями. Но они уже нигде не могут зацепиться, им нужно побывать в плену там, куда они отправляют умирать своих прихожан. Ничто не может освящаться вопреки Слову Божию. И никому из воюющих не нужна эта кадильная катавасия. Но вот уж так сатане это нужно, чтобы в самом страшном грехе убийства были замешаны не просто рядовые верующие, но священнослужители. И вот они выкрутасничают и благословят словами, как шуты на сцене, совершеннейшие безбожные слова, говорят, и опвергать их не стоит, так как с такими безбожными и говорить даже грех. Продолжение следует...